Друзья мои, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать у себя в гостях! Мы с вами снова в секонд-хенде. День завоза. Набрала несколько сумок. Будем сейчас вместе с вами сортировать вот такой холдер для хранения и перевозки личных вещей, косметики, всяких мелочей. Еще вот такая сумка мне понравилась. Она из натуральной кожи. Мне понравился и оттенок, и качество кожи. Она такая мягкая, приятная. Сделана в Индии. У нее средний размер и нет никаких декоративных элементов. Это мне понравилось больше всего. Еще вот такая сумка. Это хлопок с покрытием, но при детальном рассмотрении увидела несколько нюансов и их никак уже не очистить. Это пятна, которые въелись в хлопок, то есть под покрытием. Еще вот такая сумка тоже кожаная. Мне кажется, это ручная работа. Понравился оттенок. Коньячный, красивый, необычный. Качество кожи тоже хорошее, но вот состояние уже, увы, подкачало. Поэтому сумку оставила в магазине. Тоже понравилось то, что нет никаких декоративных элементов. Очень интересно она выглядит. Эту сумку тоже не купила из-за состояния. Это Rovalan из плотной-плотной телячьей кожи, без подкладки, простая. И вот эта мне понравилась. Эту я уже купила. Это Clarks. Редко встречаю такого хорошего качества сумки. И в таком хорошем состоянии. Я ее почистила, привела в порядок. Сумка засияла, заиграла. Она тяжелая довольно. Помещается ноутбук. Хороший такой внушительный размер. И много отделений. Очень продуманно. Все можно положить. Все поместится. И даже шнур, и мышка. И в общем все необходимое поместится. У нее хорошая качественная фурнитура. Без царапин. В хорошем состоянии подкладка. И удобно то, что есть длинные. Такое уже потрепанное вещь. А фурнитура как новенькая. Бренд хороший, качественный. Кожу еще конечно можно реанимировать. Но я не стала этим заниматься. Кое-где есть такие явные потертости. И этот цвет я не подберу. Он такой синий-зеленый. Такого пигмента у меня нет. Онлайн я его сейчас даже и не найду. Переходим в следующий магазин. Это мир секонд-хенд. Это уже день завоза. Нашла вот эту блузу на ощупь. Она мне понравилась. И по цвету, и по качеству. Там еще подкладка. И это шелк. Я сразу поняла это. По бирке ничего не понятно. Там какие-то иероглифы. Но можно перевести. Ее скорее всего не взяли из-за пятнышка. Я не знаю, что это за бренд. Пожалуйста, напишите, если знаете. Приятный на ощупь шелк. И безупречный икрой. Так выглядят люксовые вещи. Есть у меня подозрение, что эта вещь близка к люксу. На ощупь взяла еще вот этот платок голубой. Но он поеден молью. Он шерстяной и сел. И вот этот шарфик тоже поеден молью. Это уже кашемир. По бирке кажется, что он винтажный. Кашемировые шарфы, платки я встречаю все реже и реже. Это не зависит от сезона. От того, что в секонд-хенде вещи стали хуже. Еще вот эта сумка. Она с такими потертостями. Мне как-то девочка написала, что это сейчас актуально. Да, Balenciaga задали тренд на потертости. Но данная конкретная сумка выглядит прям сильно небрежно. И видно, что ее носили долго. Они искусственно состарили. Поэтому да. Хотя ее можно еще окрасить. Потому что нет никаких царапин, только потертости. Еще мне понравился вот этот ремень. Мне его принесли. Меня иногда узнают. И приносят мне какие-то интересные вещички. Вот в данном случае кожаный ремень. В хорошем состоянии, с эффектом кракелюра я его купила. А вот этот ремень я нашла сама. Висел никому не нужный ремень Prada. Да, он не цельный. Что-то отсутствует. Я его взяла не в качестве ремня, а в качестве ремешка для сумки. Нацеплю карабины и будет супер. Я не сразу разглядела Prada. Только вместе с вами начала рассматривать. И под определенным углом считала бренд. Не знаю, видно вам или нет. Думаю, что на фото будет лучше видно. А вы пишите комментарии, как бы вы использовали подобную вещь. Специально взяла вам показать. Да, секонд-хенд уже не тот. На распродажах в официальных магазинах эту одежду можно купить дешевле, чем в секонд-хенде. Вот такой вот парадокс. Девочке купила вот такой домашний костюм. Он новый, не очень качественный, но она такое любит. Он очень уютный. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики, чтобы вам приходили уведомления о них. Ну, а я благодарю вас за просмотр. Совсем скоро с вами увидимся. Целую вас и обнимаю. Пока-пока!